Всем привет! В этом простом и коротком видео поговорим о том, как включить блокировку сим-карты пин-кодом на айфоне, для чего это может потребоваться. Если вы, например, потеряли телефон или у вас его украли, то вообще данные на нем достаточно хорошо защищены, но если кто-то вытащит вашу сим-карту и вставит в любой другой аппарат, то он сможет, в общем, получить доступ к кодам ваших банков, социальных сетей, каких-то интернет-сервисов и так далее, в общем-то, без проблем, если вы не успели заблокировать сим-карту или поменять ее, и для этого мы блокируем, то есть когда мы заблокируем, то если вставить сим-карту в любой абсолютно аппарат, независимо от операционной системы, даже в обычной кнопочной, то он будет требовать пин-код. Итак, как это настроить на айфоне? Заходим в настройки, после этого открываем пункт сотовая связь, открыли его, далее выбираем пункт simpin, вот здесь внизу у меня, включаем верхний пункт, включили его, нас запрашивают ввести текущий пин-код сим-карты, если вы его не знаете, то чаще всего на современных сим-картах это четыре нуля, мы его потом поменяем, если вдруг вы ввели четыре нуля, но он не подошел, посмотрите, может быть у вас сохранилась карточка от сим-карты, где пин-код также указан, ну и в крайнем случае уточняйте оператора связи, то есть если мы более трех раз неправильно введем пин-код, то у нас сим-карта полностью заблокируется, придется идти к оператору связи. Итак, я знаю, что у меня четыре нуля, соответственно ввожу четыре нуля, готово, и как видим simpin включен. Что теперь произойдет? Теперь, если сим-карт вытащить и вставить другой телефон, будет запрашиваться пин-код, также если я выключу свой айфон или перезагружу его, для разблокировки сим-карты также будет требоваться ввод пин-кода. Для того чтобы изменить пин-код нажимаем кнопку изменить пин, вводим текущий пин, у меня это четыре нуля, готово, и дважды вводим новый пин-код, который вы не забудете, то есть если вы забудете его, то сим-карта заблокируется после неправильных вводов. Итак, ввожу, готово, ввожу, готово. В общем-то все, сим-карта заблокирована и это повысило нашу безопасность. На этом все, спасибо за внимание, удачи вам!